МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите очередной выпуск передачи «Главная тема». В студии глава Одинцовского муниципального района Андрей Иванов. Главная тема программы, в которой ни один вопрос не остается без ответа. Андрей Робертович, здравствуйте! Добрый вечер, уважаемые телезрители! Ну что ж, уважаемые телезрители, мы работаем в прямом эфире. А это значит, что вы можете звонить и задавать ваши вопросы главе района. Номера телефонов видны на экранах ваших телевизоров. На линии находятся операторы, которые принимают и обрабатывают все ваши обращения. На часть звонков мы обязательно постараемся ответить прямо в студии. Но если вы вдруг не сможете задать вопрос непосредственно Андрею Иванову, не расстраивайтесь. Все поступившие звонки будут переданы в администрацию района для принятия конкретных мер. Так что звоните, спрашивайте и сообщайте о ваших проблемах. Ну а начать, Андрей Робертович, я предлагаю с того, что в начале недели в нашем регионе прошел достаточно серьезный ураганный ветер, достаточно сильно пострадала и столица, и Подмосковье. Ну и думаю, что последствия стихии видели все. Они, что называется, на виду, были в интернете, показывали их по телевизору. Но хотелось бы конкретизировать, какой урон был нанесен непосредственно нашему Одинцовскому району. Вы знаете, Петр, я прежде всего хотел бы обратиться к нашим телезрителям. У нас появилось новое штормовое предупреждение. Этой ночью до 7 утра завтрашнего дня планируется тоже ветер, не менее 24 метров в секунду, дождь, молния. И, конечно, ко всем я обращаюсь, чтобы были закрыты окна, двери. Просьба в ночное время не выходить из дома, чтобы не попасть вот в такую непогоду, можно сказать, стихии. Действительно, в Одинцовском районе прошел ураган, прошел шторм. В основном пострадали поселения Барвихинское, Успенское, Горское. Более 500 деревьев было повалено за эту ночь. И порваны линии электропередач. Где-то 15 опор были разрушены. И 25 населенных пунктов остались без электроснабжения. Все оперативные службы сработали эффективно. Вот уже сутки, как мы боремся с последствиями этого стихийного бедствия. Многое удалось сделать в первые часы, в первые дни. Разгребли завал от повальных деревьев. Сразу приступили к восстановлению электроснабжения. И в первые 6-7 часов порядка 17 населенных пунктов из 25 были уже с электричеством. Что-то доделываем мы сегодня. Но в целом, еще раз повторюсь, все коммунальные службы, МОЗ, Облэнерго, МАЭСК, все очень оперативно в аварийном таком режиме бросились на то, чтобы минимизировать вот эти последствия от стихийного бедствия. К сожалению, к большому сожалению, в нашем районе не обошлось без жертв. У нас погибло 2 человека в возрасте 86 лет. В Барихинском поселении придавило деревом человека. И в возрасте 56 лет в Ромашково тоже пожилой человек ушел гулять в лес и нашли только утром заваленного деревьев. Я выражаю соболезнования всем семьям погибших. Мы будем оказывать всяческую помощь семьям. По распоряжению губернатора будет выделено по полтора миллиона тем, у кого погибли родственники. И всем пострадавшим по 500 тысяч из бюджета Московской области. У нас порядка 10 человек получили травмы различной степени тяжести. Также медицина сработала эффективно. Не более 15-20 минут на приезд скорой. И все пострадавшие получили качественную медицинскую помощь в наших больницах. Можно ли говорить, что на 100% ликвидированы последствия урагана или все-таки еще не полностью? Да, я бы не стал так горячиться. На 100% конечно мы ликвидировать не смогли еще. Те разрушения, которые появились в эту ночь. Почему? Потому что, во-первых, 12 домов, многоквартирных домов, где была сорвана крыша. Мы прикрыли крышу временным способом, но это системная работа. И сейчас будем восстанавливать данное покрытие. 500 деревьев в основном это крупномеры, это сосны и ели, которые также попадали и на жилой сектор, и на дворовые территории. Все это сделать в такой короткий период, конечно, не получается. Что касается частного сектора, то также были оторваны крыши, повреждены крыши, около 50 домов в частном секторе. И здесь мы тоже оказываем всяческую помощь. Поэтому распиловка, выкорчевка и вывоз деревьев, особенно крупномера, о котором я сказал, это, конечно, занимает много времени. Потому что вокруг, во-первых, люди, потом дома, какие-то сооружения. Все нужно делать очень деликатно, аккуратно, не нанося дополнительных повреждений уже к тому, что уже произошло. Но, тем не менее, работой активно занимаемся. Все бригады наших служб ЖКХ, они все мобилизованы и также находятся в работе. В этой связи я хотел бы обратиться к нашим жителям. Если есть еще какие-то невыполненные работы, нерешенные проблемы с электроснабжением, с поваленными деревьями, особенно это касается частного сектора СНТ, ДНТ, обязательно звоните в 112, во все наши диспетчерские и Мосэнергосбыта, и Мосэболэнерго, для того, чтобы мы поставили в срочный план действий данную территорию. Очень часто, особенно это касается СНТ, когда мало проживающих, не по всем таким проблемным точкам у нас есть вовремя информация. Фактически сейчас по двум направлениям работают тревожные службы, наши коммунальные, ликвидация последствий и подготовка к возможному новому удару стихии. Мы уже начали готовиться, все главы поселения оповещены, все службы опять вышли на дежурство, мобилизованы бригады. Медицина также уже получила эту информацию, мы готовимся к возможному повторению событий, тех, которые уже произошли, и будем, собственно, держать руку на пульсе, развернуть штаб в рамках комиссии по чрезвычайным происшествиям. Я его возглавляю, мы оперативно собираемся и реагируем на все происходящие катаклизмы природные. Ну что ж, предлагаю продолжить наш эфир просмотром небольшого видеоотчета о некоторых исполненных, полностью исполненных поручениях, которые были даны вами по итогам наших предыдущих эфиров в разное время. Предлагаю внимание на экран. Поручение отремонтировать Вантовый мост в Каринском глава района дал в сентябре 2016 года. Уникальный, самый длинный в Подмосковье подвесной мост пришел в почти полную негодность после того, как владевший им пансионат разорился. Бесхозный объект стал просто опасным для местных жителей. В судебном порядке мост сначала официально признали бесхозным, а затем передали на баланс сельского поселения Никольское. В декабре прошлого года было наконец-то получено право собственности. В бюджете поселения запланировали деньги на ремонт перехода. В мае ремонтные работы завершились. Проведена инспекция и ремонт всех силовых элементов, на которых подвешена конструкция. Заменены поперечные лаги и уложен красивый настил из долговечной лиственницы. Я скажу, что сделали очень хорошее дело для людей, для местных жителей, да и для тех, кто приезжает. Это очень хорошо, потому что мост был в очень плохом состоянии. Ну, теперь отремонтировали, все прекрасно. Мы зиму здесь не были, а по весне пришли и были очень удивлены, приятно удивлены. Такое замечательное место, такое красивое. Так все здорово сделали, все покрасили. Вот эта площадка смотровая замечательная, раньше ее здесь не было. Можно подойти и посмотреть на реку, на рыб полюбоваться. Я тоже очень довольна нашим мостом, потому что я тоже очень волновалась. Мне бабушка не разрешала вставать на этот мост. И я рада, что этот мост восстановился. Мост облагородили. Ну, стало красиво, удобно ходить. В общем, ну, подновили хорошо, сделали замечательно. Теперь срок службы моста зависит от доброй воли местных жителей. Точнее, местной молодежи. В начале года в районе возникли перебои с выдачей питания для беременных и кормящих женщин и детей до трех лет. Причиной стала жалоба некой коммерческой структуры в региональное управление Федеральной антимонопольной службы. Позднее жалобу признали необоснованной, но к тому моменту результаты торгов на право оказания этой муниципальной услуги уже отменили. Окончательно решить проблему удалось к 16 мая, когда все 27 пунктов выдачи питания возобновили свою работу. Глава района поручил в мае заключить соответствующие контракты уже до конца года. Ну что ж, Андрей Робертович, можно ли сказать, что вот два этих вопроса закрыты окончательно и бесповоротно? В хорошем смысле этого слова. Ну, посмотрев эти видеоролики, конечно, уже мы к этим вопросам возвращаться больше не будем, хотя это наша традиция отчитываться вот такими видеосюжетами о том, что мы брали к себе, что называется, в домашнее задание в предыдущие эфиры. Вообще, это мост в Каренском сделан, сделан качественно, мы выезжали, смотрели. Появилась и смотровая площадка, и качественное покрытие из лиственницы, что продлится срок службы, ну, как минимум лет на 15. Уверен, что жители Никольского поселения, Ершовского, они довольны тем, что мы сделали. Плюс к этому в процессе вот этого, так скажем, жесткого контроля над тем, что происходило с мостом, потому что он уже был не оформлен, был бесхозяином, куча паровых коллизий случилась за этот период, но тем не менее мы все преодолели. Так вот, пока мы погружались, выяснилось, что этот мост, он еще является некой культурной такой ценностью для нашего района, и многие эпизоды из фильма «Будулай» и «Дети понедельника», они снимались на этом. У матросов нет вопросов, и эту информацию я получил на свою страничку в комментариях, мне написал один из жителей нашего района, и мы вот еще к этой работе добавили еще и такую значимость культурную, так скажем. Поэтому мост мы убрали уже в долгий ящик, больше, я думаю, мы к нему в ближайшие 10-15 лет возвращаться не будем. Что касается детского питания, совершенно правильно было замечено в сюжете о том, что жалобы, которые были в ФАС, они нас серьезно сбили с графика, отодвинули по срокам и не дали возможности выиграть какой-то компании, которая бы потом поставляла добросовестную. Мы, соответственно, заранее еще раз пошли на конкурсные процедуры, и только в апреле месяце начали организовывать выдачу в 27 пунктах по нашему району. На сегодняшний день получили уже порядка 7 тысяч человек детское питание, и мы закрыли еще и все старые долги, о которых говорили ранее. То есть все питание, которое необходимо было выдавать еще с января месяца, все оно получено жителями нашего района. В дальнейшем, я уверен, что таких проблем у нас уже больше не будет. Мы, что называется, набили шишки в хорошем смысле, понимаем уязвимость, некую вот этих конкурсных процедур, когда такие компании могут, забрасывая жалобами, нас поставить в тупик, а жители останутся без питания. Думаю, что мы усовершенствуем систему выдачи детского питания и пересмотрим в целом концепцию, где бы эти пункты можно было расположить. Я считаю, что мы можем спокойно использовать часть помещений наших школ, детских садов, приспособленных помещений, потому что там везде есть пищеблоки. Это было бы удобно, удачно, потому что все наши школы и детские сады находятся в удобном, доступном месте. И там уже обязательно появляются родители, потому что у кого-то есть и старшие дети, которые учатся. Но такую концепцию я дал поручение проработать, и, возможно, мы еще и увеличим количество пунктов выдачи питания. Мы очень тщательно и бдительно будем смотреть теперь за конкурсной документацией, чтобы нигде не нарваться на такую же проблему. Действительно, если когда речь идет о менее социально, скажем, значимых проблемах, они могут пройти незамеченными, где-то проскользнуть. Но такой вопрос, он, конечно, требует очень четкого контроля. Да, и здесь, безусловно, повышенный контроль, и все те, кто этот контроль ослабили, они, конечно, наказаны. И уверен, что для них это тоже будет серьезным жизненным уроком. Майские праздники. Хотелось, чтобы Вы прокомментировали то, как они прошли на территории нашего Одинцовского района. В первую очередь, хотелось бы комментарии с точки зрения безопасности услышать, потому что действительно время достаточно тревожное, и май был достаточно тревожным. И мы помним, что несколько лет назад у нас в районе задерживали накануне как раз майских праздников некие группы, которые собирались совершить теракты в том числе. Ну и, естественно, вместе с вопросами безопасности, то, как был наполнен этот день, насколько удалось праздничное настроение создать то, которое 9 мая должно быть. Петр, Вы совершенно правы. Основное внимание мы уделяли, конечно, безопасности, потому что все мы помним апрельские события, которые происходили в Санкт-Петербурге. Мы, честно говоря, были в этом плане шокированы. И, конечно, все то, что происходит в Европе, тоже примерно в этот же период, нас подтолкнуло и заставило еще более внимательно относиться к безопасности и поставить этот вопрос приоритетным. Все мы знаем, что массовые мероприятия, где большое скопление людей вызывают особый интерес у террористических групп и всех тех, кто пытается разбалансировать наше общество вот такими провокациями или террористическими актами. Поэтому мы проводили несколько совещаний вместе с силовыми структурами. За это отдельное спасибо и полиции, и Федеральной службе безопасности, и всем тем, кто помогал нам осуществлять порядок. И все наши мероприятия, они прошли без инцидентов, без боя, без какой-либо угрозы для жизни наших жителей. Единственное, чем нам не повезло, это с погодой, не повезло с точки зрения дождя, который пошел. Это всем из столицы, нам. Да, это всем не повезло, но, тем не менее, это никаким образом не понизило градус патриотизма, праздничного настроения, которое в этот день присутствовало и будет присутствовать, я уверен, всегда. Никакое искажение истории никем не сможет поменять наше отношение к 9 мая, к тому подвигу, который совершили наши деды, прадеды, отцы и все наши предки. Единственное, что мы поменяли структуру праздничных мероприятий, мы в этом году шествие бессмертного полка развернули в обратную сторону, и все те, кто собрался и шествовал в этот день в бессмертном полку, они пошли от Георгиевского храма и закончили это шествие на нашей центральной площади, где к этому моменту разворачивались уже на праздничные мероприятия, выступления артистов, всевозможные программы для ветеранов, для детей. Вся наша центральная площадь была задействована под массовые мероприятия для досуга, отдыха и культурного провождения, я бы сказал, семейного. То есть у нас акцент в этом году был на семейном празднике 9 мая. Если говорить, коснуться опять бессмертного полка, то в Одинцовском районе в этой акции участвовало порядка 16 тысяч человек. Это больше, значительно больше, чем в прошлом году. И дождь, и снег нам не помешали. Я сам шел со своими бабушкой и дедушкой в руках, и рядом со мной были простые жители Одинцовского района, и я видел, с какими горящими глазами они шли со своими предками. И это особое какое-то чувство, его сложно описать, но мы все были одной большой единой командой, которая вот таким образом выражала благодарность за все то, что было сделано нашими предками. Что касается остальных поселений, то в каждом была продумана усилительная программа, праздничная программа. Везде на всех мемориалах и памятниках было возложение цветов. Это тоже вызывало особый интерес у жителей, и мы увидели по статистике количество людей, особенно детского возраста, гораздо больше, чем в прошлые разы. Праздник прошел, как я считаю, на очень хорошем уровне, высоком уровне. Выступали известные артисты, и была хорошая подготовленная программа. Поэтому 9 мая в Одинцовском районе удался. Ну и продолжая тему безопасности, к сегодняшнему эфиру мы подготовили несколько видео вопросов от наших телезрителей. Один из них мы записали на нашей знаменитой, любимой лыжероллерной трассе в нашем парке спортивного отдыха имени Ларисы Лазутиной. Я предлагаю посмотреть, о чем же спросил наш телезритель, и ответить на этот вопрос. И более повторюсь, он опять же касается вопросов безопасности. Прошу на экран. Можно без преувеличения сказать, что Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха стал излюбленным местом досуга всех горожан. Его популярность продолжает расти, но, к сожалению, вместе с этим обостряются и существующие проблемы парка. И это не только нехватка парковочных мест и узкий совмещенный въезд-выезд в парк. Прошу вас обратить внимание на проблему безопасности лыжероллерной трассы ключевого объекта парка. Трасса скоростная, узкая, здесь много закрытых поворотов, тренируется большое количество спортсменов разного уровня подготовки на разных снарядах. Многие переоценивают свои возможности. Особенно остро стоит эта проблема сейчас, в летний период, когда скорости на трассе особенно высоки. Время прибытия скорой помощи на трассу 20 минут. Медицинского пункта на самой трассе нет. Нет стоянки, нет места для разворота скорой помощи. Конечно, многие вопросы можно решить организационными мерами. Но инфраструктуру тоже надо подтягивать. Дублеры для пешеходов, по которым они бы могли обойти наиболее опасные участки. Стоянку для скорой помощи. Конечно, и обустройство новых мест отдыха в лесополосе 4-5 микрорайона могло бы во многом снять нагрузку на лыжероллерную трассу и сделать тренировки спортсменов более эффективными и безопасными. Ну, такой комплексный, объемный вопрос, Андрей Робертович, касается и безопасности, и многого другого. Вопрос действительно комплексный. И Андрей Остроухов по-другому и не мог его задать. Что называется, бьет по самому больному. Я часто бываю на трассе и действительно вижу сам и сталкиваюсь как пользователя с вот этой проблемой перемешивания потоков. Если мы с вами вернемся в историю, то не так давно наш парк, как мы его сейчас называем, спорт и отдых имени Ларисы Лазутиной, это была спортивная трасса для лыжероллеров и для лыжников в зимнее время года. Сейчас, после появления там активности и того, как мы начали развивать этот парк, люди приходят не только за спортом. Люди приходят с маленькими детьми, с колясками. Приходят люди в возрасте. Я очень часто там встречаю людей пожилого возраста, которые просто гуляют по свежему лесу, по очищенной территории. Место чудесное. Место чудесное, оно притягивает к себе людей. Да, не так много инфраструктуры на сегодняшний день. Нам есть еще что делать и как развиваться. Но даже уже то, что сделано, стал притягивать к себе людей, не привязанных так жестко к профессиональному спорту. Может быть, это некая компенсация за отсутствие полноценного парка в самом Одинцово? Есть парк, скажем? Да, это безусловно следствие того, что у нас не хватает парков. И даже если брать нашу центральную площадь, она тоже не является парком полноценным, и мы ее планируем развивать. Не хватает в целом скверов, парков. И эта программа тоже есть, существует. Просто это за собой тянет приличные вложения. Очень большие вложения, десятки, а то и сотни миллионов рублей, которые тоже нужно откуда-то брать. Но вот даже если брать этот год, то мы начинаем развивать парк под названием «Студенческий» рядом с территорией кампуса МГИМО. И это территория 11 гектар, которую уже начали проектировать. В ближайший год там появится полноценный парк для молодежи, студентов, тоже с прогулочными дорожками, с велосипедными дорожками, с воркаутами и многофункциональными площадками. Так вот, возвращаясь к нашему парку Лазутиной, то, конечно, эта проблема есть. Я здесь с Андреем совершенно согласен. И решить ее можно несколькими способами. Конечно, если у нас появится альтернативная трасса для тех, кто бы просто гулял, мы бы спокойно эти потоки туда направили. Но это приличное вложение, мы к этому идем. Сейчас проектируем, где она может пойти в таком легком режиме, чтобы это было доступно и маленьким детям, и пожилым людям. Потому что существующая трасса, она все-таки с профессиональными уклонами, тяжелыми подъемами и так далее. Скорее спортивная, чем прогулочная. Она останется спортивной. Как только мы эту трассу построим, мы, соответственно, здесь оставим спорт, а всех переместим туда. Но ее на сегодняшний день нет. Поэтому администрация парка выходит следующим образом из ситуации. Во-первых, поток людей нужно направить в противоположную сторону, против шерсти, что называется. Тогда роллеры и велосипедисты, которые несутся на большой скорости, особенно в этих узких местах, где повороты, они будут сами видеть глаза в глаза тех, кто идет им навстречу. Соответственно, люди, которые идут, тоже будут видеть опасность. И таким образом мы сможем снизить травматизм. Конечно, разметка. Ее нужно нанести в ближайшее время. Разметку, чтобы было четко понятно, где на роликах, где на велосипедах, а где можно пойти пешком. Просто создать, пока без особых вложений, благодаря мульчированию той древесины, которую мы вырубаем, можно создать тропинки для скандинавской ходьбы и туда в лес вывезти людей, которые занимаются этим видом спорта, чтобы они также по асфальту не ходили, а уже занимались в самом лесу. Вот такими пока методами мы будем разделять эти потоки. Конечно, нужно поставить везде указатели, навигацию качественную, доступную для чтения, чтобы люди видели, понимали, что на этой навигации зачастую. Мы сталкиваемся с тем, что вроде много текста, все написано правильно, но только понять невозможно. Вот здесь эту ошибку делать нельзя. И, конечно, нужно сделать большие стенды для всех, кто входит в парк, правила пользования и спортивными объектами, и самой трассой. Вот такие меры мы сделаем в ближайшее время. Ну а в целом надо, конечно, развивать потоки путем строительства других трасс для пешеходов и для маленьких детей. Это что касается парка, по поводу парковки, парковкой занимаемся, будет разворот для скорой помощи и для маршрутного, соответственно, такси. Потому что там есть остановки, разворачиваться пока сложно. И что касается медицины, согласен с Андреем, и такой запрос есть от жителей. Там нужно ставить стационарный медицинский пункт, или это будет ФАП, фельдшерский, акушерский пункт, или просто блок с медицинским кабинетом, где будет постоянно дежурить какой-то медицинский работник, для того, чтобы можно было оказать первую помощь быстро, сев на баги или на какое-то транспортное средство, и в считанные секунды или минуты оказаться около пострадавшего, пока приедет скорая помощь. Двигаемся дальше. Хотелось бы перейти к вопросу, который является летним. Это вопрос летнего детского отдыха. В нашем районе всегда к этому относились очень серьезно. И вот буквально в начале этой недели мог наблюдать, как работает комплексная комиссия администрации Одинцовского района с силовиками, с надзорными органами. Работали строго, иногда даже жестко проверяли один из лагерей. И хочется в связи с этим спросить, насколько готовы сегодня наши детские летние учреждения отдыха к приему ребят? Что касается детских лагерей, это такая же приоритетная с точки зрения безопасности для нас задача. Комиссия работает жестко. Нас оставлены из представителей различных структур, независимых от нас. И мы, я считаю, очень объективно и, как вы правильно сказали, жестко подходим к проверке лагерей. Буквально с завтрашнего дня начинают работать три наших лагеря в Никольском поселении и в Ершовском. И с 19 июня еще один лагерь добавится уже в Часовском поселении. Буквально полторы-две недели назад, когда была последняя комиссия, был ряд замечаний по сухостою, по уборке территории, по безопасности. Не везде был качественно заполнен паспорт безопасности. Эти замечания к сегодняшнему дню все собственники лагерей устранили. Для нас это очень важно. И безопасность, и питание. Мы все помним события прошлого года в Карелии, когда из-за отсутствия таких жестких проверок была трагедия и погибли дети. Этого мы допустить в нашем районе не можем. Поэтому вот так бдительно и тщательно подходим к проверке лагерей вместе с правоохранительным блоком. Что касается Одинцовских детей, то мы купили за муниципальный счет и региональные деньги, купили 491 путевку, которую выдадим нашим детям Одинцовского района. В целом через лагеря, который расположен на нашей территории, пройдет порядка 3000 детишек. И для нас это тоже важно. Во-первых, это такая визитная карточка района. У нас очень хорошая природа, качественные условия. Хотелось бы, чтобы дети из других территорий, из Москвы, приезжали к нам в район. И для нас это определенная гордость. Что мы имеем такие условия, умеем, собственно, эти лагеря содержать и оказывать качественную услугу. Также для нас любой лагерь это дополнительные рабочие места, это заработные платы, это пусть небольшое, но развитие экономики. Ну я так понимаю, что летом действительно, то есть проверки маем не закончатся, а летом этот вопрос тоже будет писать. Точно не закончатся, запускаем смены и, насколько я помню, план-график еще 6 аналогичных проверок будет в течение летнего сезона. Мне подсказывали, что у нас был звонок от телезрителя, но, наверное, пока мы разговаривали, человек, я надеюсь, перезвонит. Ну и тогда предлагаю сейчас прерваться на блок социальной рекламы, а потом, если у нас будет звонок, мы, может быть, прямо с него и начнем, продолжим наш эфир. Итак, социальная реклама. Ну что ж, Андрей Робертович, не знаю, тот или не тот телезритель сейчас будет у нас в эфире, тем не менее, есть звонок, предлагаю ответить и потом двигаться дальше. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и задавайте ваш вопрос главе района. Добрый вечер, меня зовут Алина Губина, слышала, что существует программа, в рамках которой устанавливают противопожарные датчики в квартирах. Расскажите, пожалуйста, подробнее про эту программу. Спасибо. Добрый вечер, Алина, спасибо за вопрос. Действительно, такая программа есть на уровне Московской области, и в этом году мы установим датчики всем многодетным семьям. И малоимущим. Как показала практика, именно в этих семьях, которые находятся в сложной ситуации, в основном появляются пожары. Поэтому мы пересчитали такие семьи, около 4 тысяч получилась цифра, и нам необходимо будет в этом году поставить 13 тысяч датчиков в каждое помещение, в котором проживает данная категория людей. Я уверен, что это позволит значительно снизить количество пожаров в нашем районе. Все это делается за муниципальные и региональные деньги. Ну и теперь тоже вопрос от наших телезрителей. Он звучал неоднократно перед эфиром в нашей студии. Мы получали его и через социальные сети, и по телефону. И касается он ремонта подъездов. Ну, во-первых, сколько этих ремонтов будет в этом году у нас запланировано, коснется ли тех или иных территорий этот ремонт, какие ремонтные работы предстоит сделать, сколько за них придется платить жителям. То есть вот тоже такой комплексный вопрос. Тем более, что я знаю, что недавно вы побывали в Больших Веземах, и этот вопрос в том числе там обсуждался. Да, действительно, такая программа масштабная работает, программа губернатора. Запустили ее в этом году, и в нашем Одинцовском районе по этой программе мы отремонтируем 1199 подъездов. На сегодняшний день уже порядка 15% подъездов отремонтированы из этой цифры. Чтобы было понимание, общий объем денежных средств, которые вложат муниципалитеты и правительство региона, составляет порядка 220 миллионов рублей. Жители также могут принять участие в ремонте в рамках 5%. Мы по всем домам, подъезды которых попали в эту программу, провели собрание собственников жилья и поставили этот вопрос на голосование. Там, где люди захотели принимать участие, софинансировать данную программу, данные работы в своем подъезде, в своем доме, то им предоставлена была такая возможность. В целом, если смотреть среднюю стоимость ремонтных работ по Одинцовскому району, то она составляет порядка 184 тысяч на подъезд. Мы были в больших веземах, теперь каждый раз выезжая в поселение, я ставлю себе в повестку посмотреть подъезды, которые попали в программу, но еще ждут ремонта. Те подъезды, которые находятся в стадии ремонтных работ, как они происходят, как это мешает жителям, как уживаются ремонтники, так скажем, с тем населением, которое живет. Очень, конечно, интересно разговаривать с самими жителями, которые в этих домах и слушать то, что бы они хотели видеть от наших программ, от капитального ремонта, от ремонта подъездов. Мы получаем такую обратную связь и иногда корректируем свои программы. И смотрю также подъезды, которые уже прошли по программе ремонта и сданы и приняты нами, как отремонтированные. Вот такую работу мы провели в больших веземах, в пятиэтажных домах. Я посмотрел, что еще добавляет к этим работам местная власть, администрация, поселение. Где-то меняют окна, где-то убирают проводку, где-то добавляют к тому перечню работы, утвержденному еще, козырьки над подъездами. Ну и так далее, в зависимости от, видимо, особенностей конкретного дома и конкретного состояния. Где-то меняют поручни, где-то добавляют какое-то благоустройство около подъезда, доступную среду для наших маломобильных, для маломобильной категории граждан. В каждом поселении буду контролировать то, как проходит ремонтная работа. А вообще по поселениям насколько равномерно распределяется? Никто из поселений обиженным себя не почувствует? Нет, никто из поселений обиженным точно не почувствовал. Эту работу мы системно, полномерно проводили, получали заявки. Прямо скажу, что многие поселения провели аналогичные ремонтные работы в прошлом году. И когда мы их запросили дойти подъезды, ответ был, нам ничего не нужно, потому что мы уже отремонтировали. В процессе уже совместной работы посмотрели стандарты, к которым нужно приближаться, в том числе по доступной среде. Посмотрели, что у нас со стояками, где слаботочно идут кабели. И оказалось, что еще есть чем доработать то, что уже они в большей степени сделали. Поэтому все подъезды, которые главы поселений вместе с жителями, старшими по домам запросили, они все в программе. Насколько я знаю, и жители платят, но чисто символический какой-то процент. А вот есть ли в этом, это скорее как психологический какой-то момент, что ли, в соучастии жителей? Вы знаете, да, я об этом уже сказал. Это порядка 5%. Честно вам скажу, очень мало жителей отреагировало на эту возможность. И практически таких платежей нет. Там, где есть такая внутренняя потребность, такой вот сопричастности к проводимым ремонтам, там какие-то денежки жители платят. Но это все, это, так скажем, не из-под палки, не принудиловка никакая. И если нет желания, большинством проголосовали на собрание собственников жилья, многоквартирного дома и принимается решение, не платим. То эта нагрузка уходит только на нас, на муниципальные и региональные бюджеты. Мы потом компенсируем управляющим компаниям выполненные работы по вот этим формам, которые были также предоставлены для просчета и проработки. Ну и еще такой часто звучащий, народный, что называется, вопрос касается создания новых парковочных мест. Работа идет, люди эту работу видят, люди ее одобряют, но все равно дефицит и достаточно серьезный парковочных мест сохраняется, то есть не ликвидирован он до сих пор. Ну и вопрос такой, когда же, ну, во-первых, конкретные адреса называются, будет ли у нас, а будет ли у нас, вот там сделали, а у нас нет. Когда все-таки вопрос будет полностью решен, виден ли какой-то край у этой работы? Что я хочу сказать, у нас эта проблема не сегодняшнего дня, она копилась годами, скорее всего, десятилетиями. По подсчетам, которые мы проводим вместе с Минтрансом и с органами ГИБДД, дефицит на сегодняшний день парковочных мест в Одинцовском районе не менее 14-15 тысяч. С учетом того, что каждый день машины еще и добавляются, их все больше и больше становится. Наша известная проблема с точечной застройкой, когда не было инфраструктуры, парковки вообще никто не считал. Как-то боролись с садами, школами и поликлиниками, парковки вообще были просто списаны как показатель, и никто об этом даже не думал. Причем львиная доля из этих 14 тысяч, это город Одинцово, городское поселение Одинцово, порядка 9,5-10 тысяч не хватает здесь. Мы каждый год занимаемся новыми парковочными местами, делаем реконструкцию улично-дорожной сети. Вы все видели и улицу Березовую, и Неделин, и Люба Новоселовой. Эту же программу продолжаем и в этом году. Уже порядка 550 мест нами запланированных, по которому подтверждено финансирование в поселениях. И дальше эту работу продолжаем, я думаю, что еще полторы-две тысячи мы найдем возможности построить в этом году. Конечно, дворовые территории. Многие люди, особенно в Одинцово, ставят транспортные средства на газоны, на траву, на детские площадки. И первое, что мы планируем сделать в кратчайшие сроки, это запретить такую парковку путем реконструкции этих пространств, добавления каких-то парковочных зон и установки ограждений, которые не позволят ставить уже на газоны и детские площадки. Мы обозначили 79 точек, где бы мы могли поставить дополнительные парковочные места в дворовых территориях, провели голосование. И только по 15 из 79 точкам нам жители подтвердили, что они согласны. Что касается центральной части города Одинцово, то здесь практически все против того, чтобы мы в дворовых территориях, там, где стоят машины сейчас на газонах, чтобы мы эти места сделали не газонами, а парковочными пространствами. Вот наотрез отказываются. И ставить негде, и других мест нет, и многоярусных парковок мы в этих микрорайонах не построим. И против того, чтобы преобразить дворовую территорию, сделать там все-таки цивилизованный паркинг. В основном по Одинцово идут просьбы с Трюгорки, и там мы планируем строить парковочные места и попытаемся все-таки довести до ума тот паркинг, который бросил в свое время Балакина компания СУ-155. Мы разбираемся там с землей, ее придется, скорее всего, выкупать у частного собственника. Восьмой микрорайон традиционно, тоже весь без парковок. Ну а там, где идут новостройки, то мы, конечно, стараемся применять такие нормативы, чтобы хватало еще на решение определенного дефицита, который существует рядом в ближайших территориях. Работа не одного месяца, года, двух-трех лет. Это на многие-многие годы вперед работа, потому что любое парковочное место, даже если это плоскостное сооружение, это большие затраты. Если мы уходим в многоярусные паркинги или в подземные паркинги, это уже от 300, 400, 600 тысяч рублей только затрат на создание такого парковочного места. Плюс окупаемость какая-то. Да, плюс какая-то окупаемость или не окупаемость, если мы будем жителям предоставлять это бесплатно в качестве решения проблемы с дефицитом. Это все приличные затраты, на которые нужны и силы, и время для того, чтобы это построить, и нужна земля, чего в Анисовском районе крайне не хватает. То есть это только звучит вопрос коротко, решить дефицит с парковочными местами, разбить на десятки более мелких вопросов. Совершенно верно. И звучит коротко, и иллюзия какая-то есть, что можно раз и за один год просто взять все Одинцово, застроить парковками, и все, проблема решена. Негде строить парковки. А там, где можем и хотим, так еще и люди сопротивляются. Вот я только хотел сказать, что действительно сам наблюдал очень часто вот это противостояние некой жителей, автомобилистов и, скажем, людей преклонного возраста, живущих в одном доме. Они выступают за уменьшение, скажем так, может быть, даже зеленых каких-то насаждений, но создание нормальных парковочных мест. Жители старшего возраста против расширения парковки, в результате пробираются через припаркованные на тротуарах машины, падают, ругаются. Ну вот, тем не менее, вот такая какая-то тупиковая ситуация, и она очень часто бывает. Совершенно верно. Она очень похожа на тупиковую, потому что, когда проводим голосование или собираем жителей для того, чтобы эту концепцию обсудить, голоса распределяются примерно 50 на 50. И, конечно, это такой правовой тупик. И сдвинуться не можем, и проголосовать толком не получается, потому что все, ну, так скажем, нелегитимно. Можем только штрафовать, причем штрафы сейчас увеличились до 5 тысяч, можно спокойно штрафовать и за парковку на тротуаре, и на газоне. Такое поручение у нас от губернатора есть. Мы сейчас прорабатываем саму схему, как будем бороться с такими злостными нарушителями. Может быть, это будет таким существенным стимулом, мотивацией для людей на то, чтобы соглашаться на наше предложение по парковочным пространствам. Ну, понятно, что никто не будет парковаться на газоне, если есть нормальное парковочное место. То есть, в принципе, и людей, с одной стороны, жалко, но, с другой стороны, закон, есть закон, штраф положен, значит, он должен быть выписан. Совершенно верно. Спасибо за ответ, Андрей Робертович. Предлагаю прерваться еще раз на блог теперь уже наших телеанонсов. Мы никогда не упускаем возможность порекламировать себя в этой передаче. Ну, а затем продолжим наш эфир. Хорошо. Я напоминаю, что вы смотрите передачу «Главная тема». Главная тема – гость нашей сегодняшней программы, глава Одинцовского района Андрей Робертович Иванов. Главная тема программы, где ни один ваш вопрос не остается без ответа. Ну, и продолжим, Андрей Робертович, видео вопросом, который, я надеюсь, тоже не останется без ответа. Его задала наша телезрительница. Вопрос, честно говоря, я не думал, что когда-нибудь такого плана вопроса может возникнуть. Тем не менее, достаточно серьезный резонанс он имел. Предлагаю внимание на экран. Уважаемый Андрей Робертович, в этом году моя дочь заканчивает школу. 24 июня у нас грядет выпускной бал. Мы готовились к нему уже давно, планировали мероприятия торжественные, поездки. И тут появляется информация, что 24 июня все выпускники Подмосковья должны участвовать в праздничном мероприятии в парке «Патриот». У нас уже давно заказаны фотографы, автобусы, банкетные мероприятия, оплачены теплоходы, театральные экскурсии. Вот поясните, как нам быть и обязательно ли участвовать на этом мероприятии. Вопросы такие действительно звучат, как только губернатор объявил о том, что у нас будет большой общий для Подмосковья выпускной вечер. И если взять Москву, если взять Петербург, то такие традиции существуют. В Петербурге это всем известные алые паруса, трансляция идет по федеральным каналам, приезжают все выпускники города. Это красивое мероприятие, такая, так скажем, уже визитная карточка Санкт-Петербурга. Москва проводит аналогичное мероприятие, тоже пользующиеся большой очень популярностью. И я так понимаю, что Андрей Юрьевич такую идею озвучил, все члены правительства ее поддержали, подхватили. И была выбрана площадка в виде парка «Патриот», потому что только парк «Патриот» сможет вместить такое количество выпускников единовременно. Это порядка 1600 школ, это 23 тысячи выпускников, которые смогут провести там свой, так скажем, выпускной вечер. Если, как сказала заявительница, если уже проплачены какие-то мероприятия, теплоходы, фотографы, да и вообще уже сформировалась какая-то определенная программа празднования выпускного, то нужно, конечно, ее так в своем уже, в своей уже этой программе, так и и праздновать. Хочу подчеркнуть и сказать всем в прямом эфире, что никакой принудиловки, никого из-под палки, никто никого заставлять не будет, не имеет права, и этого мы не делаем. Ни правительство не делает, ни директора школ, ни системы образования, ни чиновники поселения или администрации района. Если нет желания у выпускника, у родителей, у родственников, и есть какая-то альтернативная, более привлекательная программа, то, конечно, в парк «Патриот» можно не ехать. Хочу сказать, что по Одинцовскому району мы на сегодняшний день заказали 50 автобусов для того, чтобы детей и выпускников из наших школ в количестве 1302 ученика, которые захотели поехать на это мероприятие в «Патриот», мы отвезем к пяти часам. С пяти до семи в «Патриоте» будет происходить регистрация, определенная церемония, все мы пойдем по красной дорожке, всем будут оказаны почести, будет торжественная часть, и с семи часов начнется уже основная программа. Она будет грандиозной, я бы сказал, фееричной с точки зрения молодежи, потому что такое количество модных для этого возраста детей артистов, ну, наверное, собрать было сложно или практически невозможно. То есть, и там будет и Егор Крит, и Мот, и певица Маша, и Баста, все те исполнители, которые очень нравятся нашей молодежи именно вот этого возраста. До 23 часов будет программа, потом будет красивый салют, также будет питание, ну, и всевозможная анимация, развлечения в тот период, пока будут собираться дети. Помимо самих детей мы организовываем, 45 человек с нами поедут, медицинских работников в каждом автобусе, где дети. У нас 90 человек из системы образования, которые будут за нашими детьми следить, все директора школ, 52 человека, но еще и с управления образования, также люди, которые контролировать будут происходящее событие и отвечать за конкретные школы, классы. То есть, наших детей будут обязательно отслеживать, оберегать, контролировать и контролировать обратную доставку до, собственно, школ, где их уже подхватят родители. Еще раз вернусь к тому, что это совершенно добровольное желание выпускника ехать или не ехать, в том числе родителей, которых мы тоже приглашаем. У нас 180 родителей тоже дали свое согласие приехать вместе с детьми. Если кто-то еще хочет, пожалуйста. Вот только хотел спросить, если сейчас вдруг кто-то, услышав такие вкусности, скажем, организационные, передумает и захочет ехать в Парк Патриот, добавится ли к этим 50 автобусам еще сколько нужно для того, чтобы захватить новых желающих? Да, конечно. Мы заказываем автобусы, исходя из потребностей. Если появляется еще какое-то количество выпускников, которые дали согласие, если появляется желание у родителей или родственников, детей, которые выпускаются, пожалуйста, мы дозакажем автобусы и также централизованно за свой счет всех довезем до праздника и также вернем обратно. Уверен, это будет незабываемое событие в жизни детей и по своему масштабу, грандиозности и по вот этим вкусностям, изюминкам, которые вы только что-то уже обозначили. Я думаю, что действительно первый год было бы сложно ожидать, что традиция будет в одночасье, которая десятилетиями создавалась, отмечание выпускных по своим, скажем так, отдельным ресторанам, банкетным залам и так далее. Сломать ее в одночасье, естественно, невозможно. Я думаю, что в следующем году это действительно будет уже по-настоящему массовым мероприятием, которое может быть соперничать с теми, о которых вы сказали, со столичными. Как мы знаем, для любой традиции нужно время. Скорее всего, здесь появилось определенное, я бы даже не назвал это негативом, какое-то недопонимание или раздражение, потому что сама информация о едином выпускном, она появилась довольно поздно. Многие родители заблаговременно занимаются этими мероприятиями, еще с февраля, с марта готовятся, собирают деньги с родителями для того, чтобы действительно проплатить и теплоходы, и рестораны, и так далее, и так далее. ЕГЭ. Идут ЕГЭ родители поэтому очень нервные. Да, да, сейчас все нервные, и дети нервные, и родители нервные, но вот хочу еще раз сказать нашим родителям, это будет прекрасное мероприятие с большим количеством артистов, молодежи будет интересно. Мы даже не называем это выпускной бал, потому что это такой бал на современный манер, для детей, которые будут танцевать не бальные танцы, а под современную музыку, танцевать, будут какие-то там батлы, как они это называют, между командами, между собой, это точно им понравится. У нас традиционно будет бал для медалистов 27 июня, у нас уже эта традиция, и мы также планируем красивую программу, особое внимание для тех, кто все эти годы старался, трудился, грыз гранит науки и получил медаль за свои достижения и успехи. У нас есть телефонный звонок, давайте ответим нашему телезрителю, и потом продолжим программу. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и задавайте ваш вопрос главе. Георгий, у меня вопрос такой от Андрея Робертовича. Голицын, парк, который нарисован, много о нем рассказывают, что будет строительство. Хотелось бы узнать, когда начнется строительство этого парка, чтобы бабушки, дедушки, молодые мамы могли гулять там спокойно с детьми. И что сказать Андрею Робертовичу? Спасибо ему за родный труд большой, который вносит. Просто смотрим на Денцова, Денцова цветет. И так же хочется, чтобы нашему Голицыну так же процветало. Добрый вечер, Георгий. Спасибо за вопрос, спасибо за теплые слова. И у нас на самом деле Одинцова развивается и процветает. Но и в Голицыно мы видим серьезные изменения, и я думаю, вы с этим тоже сталкиваетесь каждый день. Что касается парка, о котором вы говорите, это парк Героев 1812 года. В этом году у нас первый этап. Сейчас идут конкурсные процедуры. До середины июля они закончатся. Появится победитель и подрядчик по этим работам. Порядка 20 миллионов у нас в этом году уйдет на благоустройство, на малые формы, скамеечки, на дорожно-тропиночную сеть и на освещение. До конца года мы эту работу сделаем, и вы уже сможете пользоваться первым этапом благоустроенного парка. Ну вообще, честно говоря, там действительно место такое красивейшее. И там просится что-то такое. Ну просто очень благодатное место. Парк там прям вот впишется идеально. Ну опять же, вот то, что вы говорили, любой парк, это не только красота, но это и очень-очень большое серьезное вложение. Да, это выглядит и звучит коротко благоустройство, или там мы любим называть малые формы архитектурные. Это все очень большие затраты, потому что работу необходимо делать качественно, чтобы потом не перекладывать эти дорожки, не монтировать заново фонари, если они будут дешевые, не знаю, китайские или еще какие-то. Поэтому любое качественное благоустройство – это приличные затраты. Понятно, что Голицына такие затраты не выдержит, и мы помогаем со стороны района. Но в данном случае это губернаторская программа, и деньги выделяет правительство Московской области. Предлагаю продолжить серию звонков наших телезрителей. Здравствуйте. Представьте, пожалуйста, и задавайте Ваши вопросы. Здравствуйте. Макусватова Юлия меня зовут, жительница Тригорки. У меня такой вопрос. Вот ни для кого не секрет, что есть такая проблема, связанная с грязной проточной водой. И ее не то, чтобы пить невозможно, здесь даже страшно умываться. Для готовки мы покупаем воду в магазине. И вот два вопроса такие вот. Будет ли продолжена программа по установке станции очистки воды, и когда нам ждать чистую воду? Тригорка, Вы сказали, да? Да, 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 новая Тригорка. Новая Тригорка. Спасибо. Спасибо, Юлия, за вопрос. Да, Юлия, добрый вечер. Спасибо за вопрос. Программа масштабная, что касается в целом проблемы с ржавой водой. Проблема есть с трубами, но трубы мы своими силами продуваем, очищаем их от накипи, так скажем, от осадка, от ржавчины. Это мы можем делать в рамках наших ресурсоснабжающих организаций, водоканала, теплосетей и управляющих компаний, которые обслуживают в домах эти коммуникации. Но для того, чтобы поменять саму воду качественную, нам необходимо строить станции без железа. На этот год мы планировали построить две станции и активно в этом направлении двигаемся. Это станция в новом городке, тот военный городок, который нам передали в прошлом году. И большая станция в городском поселении Одинцова. Мы начнем эти работы в этом году и закончим в следующем. Когда мы запросили жителей, обратились к ним с вопросом, где еще ржавая вода, также проанализировали все социальные сети, весь почтовый мой ящик по тем жалобам, которые приходят, которые мы в текущем режиме отрабатываем, а также то, что приходят на сайт правительства Московской области, то у нас появился заброс еще по 8-9 аналогичным станциям. Ну, 8-й железно, 9-я так была под вопросом. И мы обратились в правительство с вот такой острой нехваткой, обозначили эти поселения и Жаворонки, и Захаровский лесной городок, и Кубинка, и ВНИИСОК вот рядом с лесным городком, и в том числе Одинцово. И спасибо правительству, нам в этом вопросе помогли, выделили денежные средства, поставили нас в программу по еще дополнительным 8 станциям обезжелезования и очистки воды. Более 100 миллионов выделила область нам на то, чтобы мы комплексно закончили программу «Чистая вода» в этом году, в этом и в следующем. То есть у нас на 10 станций есть финансирование, и мы большую часть работы сделаем в этом году, частично Одинцово перейдет на следующий. Хочу еще раз подчеркнуть, что все это базируется на тех обращениях, предложениях через Добродел, социальные сети, электронная почта. Такое, так скажем, прошло виртуальное голосование. Сколько вообще человек затронет улучшение качества воды? И если брать с большой станции Одинцовской, то это более 58-600 тысяч человек. То есть 58 тысяч... Почти 60, безусловно. Да, почти 60 тысяч человек получат качественно новую воду. Она будет чистая, без железа и без примеси, которая, я уверен, наносит определенный вред здоровью. Я думаю, вообще у людей может быть бывает некое непонимание, потому что на моем собственном примере стоят рядом два дома. Рядом в одном идет хорошая вода, в другом идет вода ржавая. То есть здесь, очевидно, речь идет о запитке от разных источников. Во-первых, разные источники, разный год постройки домов. Многие дома, так скажем, уже по 30-40 лет. И там нужно в целом менять систему жизнеобеспечения. Не только ту, которую меняем мы, которая входит в дом, но и внутреннюю разводку. Здесь, конечно, должны подключаться управляющие компании и должны эти дома попадать в программу капитального ремонта. Там целый комплекс мероприятий. У нас есть и обратная сторона, когда, допустим, на улице Бирюзова дом 2, когда построен новый дом, куда переселили мы часть людей из пятиэтажек. И дом уже, по-моему, 3 или 4... Стартовый третийный крояр. Да, около 3 лет уже, собственно, как сданы и живут люди. Но там постоянная проблема с водой. Она ржавая, потому что коммуникации, которые остались в этом старом микрорайоне, определенный кусок труб, который подходит до мани, их нужно менять. Они старые. Портят всю картину. Да, и эта работа должна была происходить в рамках реконструкции этого микрорайона под инвестиционному контракту, который, к сожалению, на сегодняшний день приостановлен в связи с отсутствием денежных средств у застройщика. Вот такие проблемы, они в районе существуют. И мы пытаемся системно подходить к каждой из них. Даже если брать те же трубы ржавые, то у нас есть теперь схема водоснабжения. Теперь мы понимаем, где эти трубы, в каком они состоянии. И можем спланировать на несколько лет вперед ремонт этих коммуникаций. Что в итоге, конечно, приблизит нас к высокому проценту качественной воды. Сейчас он более 90%. Но мы, конечно, должны выйти в наше время, в современном городе, выйти и в районе в целом, выйти на почти 100%. Вы упомянули, что мониторинг социальных сетей постоянно ведет администрация для определения болевых точек. Но вот мне бы хотелось тоже обратиться к вопросам, полученным через социальные сети. И, кстати, два месяца назад, если вы помните, мы к этому вопросу обращались. Это вопрос состояния дорог. Сказано было немало о том, что зима была просто чудовищной для дорожного покрытия. Просто убивалось дорожное покрытие. Но, тем не менее, люди сейчас часто очень звонят и спрашивают, когда будет отремонтирована дорога рядом с их домом, когда в их населенном пункте и география. Ну, практически весь Одинцовский район. Вот у меня личный вопрос, улица Чикина будет ли ремонтирована. Там колейность под лежачими полицейскими уже достигает очень серьезных значений. Да, Петр, я бы разделил этот блок проблем на две части. То, о чем вы говорите, это ямы. Ямы на дорогах. По ямам действительно мы получаем много обращений, много комментариев в социальных сетях. Мы на сегодняшний день оцифровываем все ямы, которые в Одинцовском районе существуют. Причем делаем это качественно, ничего не прячь, не замыливая. Чем больше мы внесем в программу, тем понятнее нам будет, собственно, та работа, которую необходимо сделать в этом году и спланировать на следующий. На сегодняшний день мы зарегистрировали 4133 ямы. Они все есть в электронном виде, все оцифрованные, с размерами, с глубиной, с фотографиями. Это все доступно, может любой житель посмотреть. Все есть на портале в электронной системе. Более 25%, чуть больше полутора тысяч ям уже отремонтировано к началу этой недели. Мы справиться со всем объемом ремонта должны к 1 июля. Активно напрягаем подрядные организации, ставим жесткие сроки, в том числе, возможно, придется выходить в ночное время, так, чтобы к 1 июля все ямы были отремонтированы. То, что вы говорите про улицу Чикина и другие улицы, особенно Трехгорка и Кутузовская, и масса тех улиц, которые, в принципе, и улицами-то не являются, но как дорожное полотно они присутствуют, по которым ездят машины. Это системный ремонт. У нас запланирована большая карта ремонтных работ и по Одинцову, и по Немчиновке, и по Трехгорке, и в Голицыно, и в Больших Веземах, в Успенке много улиц встает на такую реконструкцию, на ремонт. Это не ямы, это другой блок вопросов, и мы до 1 октября с этими ремонтными работами тоже должны справиться. Всю информацию мы еще раз продублируем по улицам, которые попали в программу нашу или ГУДХ области в средствах массовой информации, в печатных изданиях, газете, на сайте повесим. Я обязательно все улицы укажу на своей страничке в Инстаграме, так же, как, собственно, и окончание работ по ямам, когда мы все закончим. Я тоже через соцсети отчитаюсь перед населением. Системный ремонт он на весь сезон, да? Да, системный ремонт он на весь сезон. Такие уж у нас погодные условия, что каждый год нам приходится наше дорожное покрытие ремонтировать. У нас то морозы по минус 20, минус 30, то оттепель. Я думаю, все примерно представляют этот процесс, когда вода попадает в трещину, потом наступает холода, и лед разрывает, собственно, ту часть дорожного покрытия, которая наполнена водой. Плюс, конечно, определенные проблемы с теми дорогами, которые делались там несколько лет назад или десятилетий назад уже. Там сложно определить, какие технологии были применены при строительстве, правильно ли сделана подушка, правильно ли наносили слой, и сколько этих слоев. Поэтому иногда, ремонтируя верхнюю поверхность, мы не понимаем, что внутри. И бывает просадка покрытия, и опять ямы, и так далее, и так далее. Здесь вот тоже мы наталкиваемся на определенные технологические проблемы от того, как эти дороги делали раньше. Но, тем не менее, все ямы будут в электронной системе. Ни одну мы не пропустим, и обязательно сделаем в этом году до 1 июля. Если в процессе они будут появляться новые, мы их вводим в систему. То, что в сезон успеем сделать в этом году, обязательно поставим в программу. Если нет, тогда уже будем заниматься в следующий сезон, в теплое время. Никто ремонтировать в снег, в дождь. Вот масса была фотографий, видеозаписей, блогов по прошлому году, когда в зимнее время прям в снег клали дорожное покрытие или в дождь проливной. Вот такая работа для галочки, она не нужна нам. Мы ее делать не будем 100%, и ее никто не примет на уровне правительства. После того, как мы делаем ремонт дорожного покрытия, обязательно приезжает проверка с Главного управления дорожного хозяйства и контролирует то качество, с которым мы закрываем эти работы. В прошлом году процент софинансирования составлял 20 к 80, то есть 80 процентов, например, в городском поселении Одинцово давало область. 20 процентов это были местные деньги, то есть в этом году область также участвует в этом финансировании? Да, область также участвует. Процент обычно у нас в обратную сторону. Мы даем 80 в область, 20. Все это привязано к определенным нормативам софинансирования, исходя из обеспеченности бюджета. Основная нагрузка на муниципальном районе. Мы планировали порядка 10-13 миллионов на ямочный ремонт, но исходя из количества ям, эту сумму в два раза мы увеличиваем за счет тех проблем, которые есть в поселениях, и главы быстро, оперативно откликнулись и внесли изменения в бюджет. Еще один вопрос из социальных сетей, его задали жители Никольского. Речь идет о генеральном плане развития этого поселения. Насколько серьезен, важен, актуален этот вопрос? Люди просто хотят ваше мнение знать. Хорошо. Вопрос о том, в каком сейчас состоянии находится его разработка, я так понимаю, и насколько быстро вопросов взяли. Я понял, о чем речь. Так как прозвучала Никольская, скорее всего, вопрос был привязан к публичным слушаниям, неком несоответствии того, что озвучивалось в процессе обсуждения. Жители беспокоят ситуацию с переводом большого количества сельхозземель в землепромышленности, особенно там, где некая компания ТЭКО-сервис разрабатывает карьеры. Была определенная рекомендация от Министерства экологии. Мы на это не пойдем. Соответственно, сейчас будут новые публичные слушания, будет изменен генплан, и по итогам вот этих изменений мы еще раз будем собираться с жителями. Никакой промки, так скажем, вместо сельхозземель не появится. Это будут сельхозземли, и мы совершенно здесь солидарно и поддерживаем жителей, которые беспокоятся по этому поводу. Там, честно говоря, вообще эта ситуация с карьерами, она не совсем здоровая. Это вызывает массу и жалоб, и звонков к нам в администрацию. И мы выезжали на место и видели, что в разработанных карьерах потом появляются свалки мусора. Причем мусора, скорее всего, с определенной категорией, которая опасна для грунтовых вод, для экологии. Сомнительная рекреация. Совершенно, да. Точно сомнительная рекреация, и пока в этом вопросе еще точка не поставлена. Да, проводились какие-то экспертизы. Мы рассчитываем здесь на жесткую позицию Министерства экологии, правоохранительного блока. Здесь нужно навести порядок, и все-таки то, что наносит вред экологии, в жесткой форме запретить. Но, возвращаясь к вопросу о Никольском поселении, мы ничего переводить без наших жителей, без единого согласия. Без такого согласия большинства, так скажем, не собираемся. Уж тем более сельхозку в промку, вот в этих местах, где уже ведутся разработки, точно нет. Ну, то есть поддержка на уровне области есть, потому что бывает иногда действительно достаточно такие тяжеловесные компании приходят. Я сейчас не наш район имею в виду, и противостоять им, их напору бывает не всегда просто. То есть тут поддержка региона, наверное, будет действительно важна. Поддержка региона важна и нужна. Мы отправили необходимые письма в глав архитектуру, а также в той компании, которая занимается разработкой генплана. Тот институт, который, собственно, и предоставляет эти проекты для обсуждения с жителями. И там, скорее всего, произошла какая-то техническая накладка. Вот была определена рекомендация от Министерства экологии, но мы взимаемся в совершенно другую позицию. Я уверен, нас услышат. У нас есть еще один телефонный звонок, предлагаю ответить нашему телезрителю. Здравствуйте, представьтесь и задавайте ваш вопрос. Алло, здравствуйте, меня зовут Дмитрий, у меня к вам такой вопрос. Как долго продлить пускнос торговых объектов на площади перед вокзалом? Когда эти помещения явно обжитые бомжами, эти бутылки, окурки на подоконниках и мусор исчезнут с места города? Сколько времени будет длиться эта неприятная и пугающая картина? Спасибо. Спасибо, Дмитрий. Да, Дмитрий, спасибо, добрый вечер, спасибо за вопрос. Вопрос актуальный. Мы, честно говоря, долго ждали, пока эта работа нашими железными дорогами будет проводиться. Дело в том, что по всем этим объектам, нелегальным объектам, были вынесены решения судов. Эта работа российскими железными дорогами проводилась давно. Мы видим сейчас документы, где решения суда вступили в силу еще в 2009 году. У собственников этих объектов была возможность за этот срок, за 6-7 лет, самостоятельно ликвидировать свои объекты, закончить нелегальную торговлю. Поверить в неизбежность того, что они будут смесены. Есть решение суда, это все равно произойдет. Для нас это ужасный внешний вид объектов, это какая-то реклама вечно на фасадах из 90-х годов. Это такое рассадение криминала, какая-то подпольная торговля, подпольные игры, букмекерские конторы, постоянная проблема с правоохранительным блоком, который вылавливает каких-то нелегалов, незаконный бизнес и так далее. Я уже не говорю о том, что это выглядит, как Шанхай выглядело, как эпоха даже начала 90-х, чего в Одинцово быть уже не должно. Сейчас российские железнодороги наняли подрядную организацию, которая занимается сносом этих объектов. Да, есть какие-то неудобства, есть бомжи, которые появляются стихийно из ниоткуда на таких полуразрушенных объектах. Я призываю всех наших жителей, особенно города Одинцово, просто набраться терпения. Эта работа в ближайшее время, в течение, скорее всего, месяца, будет окончательно завершена. И на этом месте появится благоустроенная территория и парковки для автобусов, для транспорта. Будет у нас с вами современный вокзал в Одинцово. Хочу сказать, что мы работами этими занимаемся также системно. Одинцово не первая станция, где мы наводим порядок. Уже мы это сделали в Кубинке, в Голицыно. С декабря начали разбирать аналогичные нестационарные объекты в Жаворонках. Тоже эту работу доведем до ума, закончим. Ну и вот теперь Одинцово. Потом возьмемся за маленькие станции. И все, что незаконно, все, что не соответствует нашим требованиям, требованиям закона, внешнего вида, мы все, конечно, снесем, расчистим и сделаем качественное благоустройство. Уже все мы созрели к этой работе. И считаю, что это для современного города очень необходимо. Ну вообще, вот хочу сказать, что нестационарные торговые объекты сейчас новые, которые вновь строятся, вновь даются разрешение на их установку, выглядят действительно очень современно и симпатично. А есть ли некий общий внешний облик, разработан ли он для станций, вот для, скажем, оформления станций наших железнодорожных? Или каждая станция будет индивидуально оформляться? Мы активно взаимодействуем с РЖД, с Московской железной дорогой, предлагаем свои решения по павильонам. Слышат они вообще? Да, они слышат у нас конструктивный диалог. Уверен, что мы будем применять какие-то в чем-то универсальные, а где-то индивидуальные проекты, исходя из размеров станции, исходя из общей ситуации вокруг, есть ли территория для парковок, для разворота автобусов, для каких-то скверов. Ну и, конечно, будет присутствовать нестационарная торговля, но вот в нашем стандарте уже Одинцовском. И по внешнему виду, и по тому наполнению, что будет внутри. Может быть, вы из прошлых эфиров не уловили, у нас сейчас при разработке схемы установки нестационарных объектов, один из важных элементов – это наполнение. Мы не даем возможности стенка-стенка друг другу делать одни и те же товары. Между аналогичными товарами должно быть определенное количество метров, возможно, 200-300, я уже цифру сейчас не вспомню. Но мы сейчас активно регулируем так, чтобы это была нормальная конкуренция, но и не было такой доминанты какого-то единого товара в определенной локации. То есть, если у нас в этом месте, допустим, будут одни цветы в 10 палатках, а не будет хлеба и молока, то это вот такой перекос, который жителям точно не нужен. Им придется пройти все цветы 200 метров и потом наткнуться на какой-то павильон с продуктами питания. Вот мы сейчас пытаемся это сделать грамотно, сбалансированно, чтобы была такая разносторонняя палитра по тем товарам, которые торгуют наши предприниматели. Андрей Робертович, благодарю за эфир и прошу в заключение вкратце рассказать о том, какие культурные мероприятия нас ждут в июне, потому что июнь у нас традиционно насыщен. Это наш, скажем так, месяц, это и пушкинские дни, это наши традиционно одинцовские праздники. Это и день независимости. Планируются ли какие-то интересные новинки для жителей, для гостей нашего района? Да, мы также все-таки пытаемся соответствовать или претендовать на звание культурной столицы Подмосковья. И количество мероприятий у нас не снижается. Впереди пушкинские праздники. Они начнутся в субботу в Большевиземской усадьбе. Будет масса интересных open-air, так называемых, под открытым небом мероприятий, активностей. Интересная очень программа с 11 утра до 11 вечера. Я приглашаю всех жителей, гостей Одинцовского района посетить нашу усадьбу в Больших Веземах. Не менее масштабным будет праздник традиционный 42-й по счету на Захаровской поляне. Также администрация поселения и мы подключились. Создаем большое количество активности для детей, для семейного отдыха. Можно будет читать поэзию Пушкина, можно будет слушать битву хоров, фольклорные, всевозможные выступления. Очень интересные, насыщенные программы вот в эти ближайшие дни. 12 июня мы планируем на центральной площади, как и во многих центральных площадях наших поселений, но все-таки основное мероприятие будет происходить у нас, в Одинцово. С 5 часов мы начнем и к 7 часам мы будем все вместе, всем районам, Московской областью, и скорее всего со всей страной петь со сцены в караоке песню, с чего начинается Родина. То есть некий флешмоб планируется? Да, масштабный флешмоб. Думаю, что нас поддержат и известные артисты, известные люди, чиновники. Мы всей такой большой единой командой покажем свою сопричастность к этому событию для нашей страны. Сколько вообще человек вы будете считать успешным в флешмобе, если сколько человек он соберет, скажем так? Ну, в моем понимании флешмоб успешен, если в нем участвует не менее 2000 человек. Думаю, центральная площадь по своим размерам позволит нам собрать такое количество людей. Главное, чтобы повезло с погодой. Ну и, конечно, многие, наверное, эти праздничные дни спланировали под какие-то поездки, отдых. Вот все-таки мы отчасти и просим людей обратить внимание на наши праздники, праздничные мероприятия и как-то спланировать свои вот эти выходные дни и поучаствовать вместе с нами в таких вот замечательных акциях, флешмобах, да и в целом в активностях. Это что касается ближайших праздников. Про выпускные мы с вами поговорили, про медалистов тоже. Дальше у нас традиционный уже фестиваль стола будет летом, мы к этому тоже готовимся. Но это еще далеко, я думаю, у нас будет не один прямой эфир, где у меня будет возможность у меня об этом сказать. Мы много с вами говорили в этот прямой эфир про праздники, про успехи. Но есть тема, которая традиционно волнует наше население. Это наши проблемные объекты. Хочу сказать, что о них никто не забывает. Мы работаем и по проблеме изумрудной долины вместе со старым застройщиком. Мы ищем инвестора на уровне правительства Московской области, встречаемся с потенциальными участниками строительного рынка, которым могло бы быть это интересно. Мы уже цифровали всю необходимую документацию и ее как некий продукт, товар предлагаем всем, кто строит в Подмосковье и в Российской Федерации. Без исключения. И маленьким, и средним, и большим. Нам очень важно найти инвестора на достройку проекта «Изумрудная долина». Пока есть определенные проработки, обратная реакция двух-трех компаний, которые дозапрашивают определенную поддержку от области и от района. Считают экономику. Считают экономику. Она, как обычно, в этих проблемных объектах не срастается. Поэтому нам необходимо где-то допустить этажность дополнительную, где-то взять определенные расходы по социалке и по коммуникации на себя. Вот сейчас мы в такой стадии переговоров. Это, скорее всего, выглядит как нашим бездействием. Я понимаю, что нашим дольщикам хочется результаты. Чем быстрее, тем лучше. Дайте дорожную карту, дайте какие-то подписанные документы. Но пока их нет. Пока их нет, но мы их активно пытаемся создать и всячески помочь тому будущему инвестору, который заинтересуется этой программой. Что касается объекта Высокие Жаворонки, мы нашли компанию, которая готова была взяться за достройку объекта. Компания стала СУ-22, известная в Подмосковье компания, строит в других районах. Выступала в качестве антикризисного менеджера. Да, они и выступали, и выступают на сегодняшний день в качестве антикризисного менеджера-компании. Но, как это обычно бывает, жизнь оказалась сложнее, чем казалось нам, когда мы стоим рядом с процессом и наблюдаем его со стороны. Появились проблемы с коммуникацией, появились проблемы с документацией, которую никто не передал, появились проблемы с техническим состоянием домов, затопленных подвалов и так далее. Плюс появилась проблема еще и с земельными участками, потому что некая третья компания обратилась в судебную инстанцию с исковым требованием, заявлением, и претендует теперь на земельные участки, там, где планировалась застройка этим антикризисным менеджером. Проблем много, они для нас всплыли внезапно. По части из них мы уже нашли решение и поддерживаем компанию, и по социалке, и по теплу, и по стокам. Мы нашли компромиссные какие-то решения по стоимости, по тому, как это физически можно сделать. Сейчас разбираемся с судами. Возможно, что нам придется найти и изыскать какими-то способами дополнительные земельные участки, чтобы выдать компании, где они смогут как-то повысить свою экономику, так скажем, чтобы бизнес-проект сросся. Также этой работой занимаемся. Периодически встречаемся с инициативными группами. Сегодня буквально встреча была, и мои заместители рассказывали о тех достижениях, которые у нас есть в этих вопросах. Вопросы проблемные, и по-другому они на сегодняшний день не выглядят. Звучат комментарии негативные, всякую глупость пишут, даже не стесняются рассказывать об этом на наших встречах, о каких-то откатах, перекатах, каких-то взятках. Непонятно кому, за что, и как мы вообще в этой истории причастны к ней, когда есть уголовные дела, когда есть люди, которые сейчас бегают по заграницам, прячутся от правоохранителей, куда-то дели эти миллиарды, которые собрались с жителями, ну и так далее, и так далее. Понимаю, что есть эмоциональная окраска, всем нужны квартиры, метро, у всех сложная ситуация, поэтому столько негатива, с которым нам приходится жить, мириться и дальше работать. Никакой негатив, который высказывают нам дольщики, нас с этой дороги не свернут. Мы все равно будем свою работу делать, и я надеюсь, в ближайшее время будет чем похвастаться на прямом эфире или на встрече с дольщиками в администрации. Хочу сказать, что компанию СУД-22 мы поддерживаем, а дальше попытаемся найти выход из всех ситуаций, с которыми сейчас они сталкиваются. Что касается Лесногородской школы, то там все в графике. К 1 июля будут закончены работы, тоже всплыли подводные камни, и усиливать пришлось все фундаменты, конструкции, но тем не менее уже сдаем вместе с инициативными жителями в их присутствии, на глазах, что называется, сдаем уже классы с выполненным ремонтом, с мебелью, и в июле можно будет переезжать в новое здание. Вот что я бы хотел сказать по итогам нашего прямого эфира. Эти проблемы, они на повестке, в нашей практически ежедневной, и на повестке правительства области и личного губернатора. Поэтому уверен, что мы свернем и здесь, с мертвой точки, и также продвинемся. Спасибо всем за вопросы, за подготовку прямого эфира. Мы традиционно продолжаем такой формат общения с жителями. По-прежнему считаю его эффективным, когда жители могут по наболевшим вопросам, по ключевым вопросам развития региона услышать позицию руководства, позицию главы. У нас осталось достаточно много вопросов, которые были приняты за рамками эфира. Естественно, все они будут переданы вам. И, Андрей Робертович, будем ждать вас здесь через месяц. Я надеюсь, что получится у нас провести этот эфир через месяц. И, естественно, как обычно, вы придете с ответами на все вопросы, которые интересуют наших телезрителей. И с отчетом, что уже сделано. Я надеюсь, что действительно будет отчитаться, о чем тем более, что, повторюсь, действительно много звонков, на которые вы последним таким финальным словом ответили в этой программе. Это касалось действительно Лесногородской школы и проблемных строек. Спасибо еще раз. Спасибо, до встречи. Уважаемые телезрители, программа «Главная тема» прощается с вами. В следующем месяце мы будем ждать здесь, в этой студии, Андрея Робертовича. Звоните, задавайте любые интересующие вас вопросы и делитесь информацией об исполнении поручений главы района, которые даются по вашим обращениям. Всего доброго.